Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас 5 июля, 5 часов утра. Мы находимся в Краснодарский край, Кавказский район, Станица Дмитриевская, фермерское хозяйство Маслова Николая Николаевича. Ну, для тех, кто не смотрел ранее ролики, я кратко опишу ситуацию. Вопрос, чтобы понятно было, вопрос стоит в чем? Значит, у нас идут уже многолетние земельные споры с хозяйством, которое принадлежит и захвачено было рейдерским хозяйством, рейдерским захватом, значит, Хахаревско-Черновской судебной мафии в лице Шестопалова Вадима Павловича, генерального директора ФХП Дмитриевская, которые по сегодняшний день продолжают мстить нам и уничтожать наше хозяйство. Значит, еще в мае текущего года произошли ряд событий, касающиеся земельных участков, которые мы выделили, и которые через судебную систему, через продажных судей, в том числе судью Жиребора, я считаю, этот человек совершенно не имеет права быть судьей, поскольку это, ну, человек выносит такие решения, и только он рассматривает судебные споры и земельные споры между нами и ОСХП Дмитриевской, как будто у нас других судей нету, то есть он явно является штатным ихний судьей, который выносит такие решения, которые заказывает им. И вот на основании решений судьи Жиребора, изначально нам, начиная с января месяца, неоднократно он выносил судебные акты, запрещающие собственникам работать на их земельных участках, потом нам, как арендаторам, запрещали работать, причем судебные акты выносились как в отношении собственников, в отношении меня, в отношении моего сына. Последовательность вынесения этих судебных актов, она явно говорит о том, что целью, значит, не дать ни нам, ни собственникам работать на своей земле, а чтобы эта земля использовалась в пользу хозяйства ОСХП Дмитриевская. Вот такие судебные акты он выносил, причем судебные акты выносились в течение одного-двух дней, накладывались обеспечительные меры, которые потом снимаются месяцами, а то и годами у нас. Вот на сегодня, значит, в январе месяце мне, как просто я приехал в семье Башкатовых помочь обработать земельный участок по их просьбе, ну, по сути дела, вы своему соседу приехали помочь запахать огород. А другой сосед, бывший, который арендовал этот огород, пошел в суд и сказал, попросил судью запретить нам помогать этим людям. И этот суд в лице судьи Жиребора вынес судебный акт, запрещающий мне помогать и оказывать услуги по обработке земли семье Башкатовых. На сегодня, значит, в январе месяце был вынесен акт в течение одних суток. Принят, рассмотрен, вынесены наложенные обеспечительные меры. Совершенно незаконный судебный акт. 4 мая текущего года он был оспорен в Краснодарском краевом суде и отменен полностью. И по сегодняшний день, сегодня у нас 5 июня, мы до сих пор не можем получить документ судебного акта, который был вынесен 4 июня. До сих пор ни корреспонденции не приходят сюда, в район. То есть явно просматривается цепь, которая, ну, в лице районных судей, а также краевых судей, эта цепь сговора специально волокитить и не дать нам работать. На сегодня, значит, произошли очередные события, значит. 27 мая, вот после всех этих наших событий, 27 мая мы выезжали в Москву после обращения депутата Коломейцева Николая Васильевича, его инициативы, значит, и при помощи Татьяны Николаевны Москальковой мы попали на личный прием Татьяны Николаевны Москальковой. Значит, это наш обмундсмен по правам человека, то есть главный защитник прав человека в России. Более трех часов уделила она нам времени, в том числе своего личного. Мы сидели практически до 8 часов вечера, уже в нерабочее время окончилось. Посидели очень плодотворно, переговорили, нас досконально выслушали, наметили работу, значит, которая работа на сегодня ведется уже оттуда. Пока еще конкретного результата нет, но работа ведется, документы запрашиваются. Я не сомневаюсь, что с их стороны будет оказана всесторонняя помощь. Ну и по итогам буду освещать все эти события. Но несмотря на это, что 27 июня мы встречались с Татьяной Николаевной, позавчера, 3 июля, произошли такие события. Мало того, что нам до этого арестовали технику, вот сзади меня стоит арестованная техника, это вот два легковых автомобиля, вон дальше туда стоит трактор, это вся техника арестованная. Автомобили уже три месяца на сегодня стоят. Это автомобили, взятые в кредит, коммерческие автомобили, которые должны использоваться в хозяйстве, приносить прибыль для, в том числе, для оплаты по кредитам этих автомобилей. На сегодня они непонятным образом, незаконно, по нашему мнению и по законодательству, они арестованы, хотя они являются залоговой базой и имуществом банка, но они арестованы у нас, а мы продолжаем за них платить кредиты. С трактора, правда, в течение, после полутора месяцев его полного ареста, когда уже потребность его, в его использовании отпала, и с него частично сняли арест, разрешили использовать, но уже на тот момент его использовать и не надо было, уже все сроки ушли, и в общем-то он уже на тот момент был не нужен. Явно, то есть просматривается, цель была ареста техники, именно в тот период, когда она была нужна, то есть целью стояла, как со стороны суда и со стороны заказчиков ОСХП Дмитриевская, целью была, главная цель, подорвать работу хозяйства, что и было сделано. И вот на сегодня, вот у нас на сегодня уже началась уборочная страна практически полным ходом. В ближайшие пару дней мы начнем и свое тоже убирать, и вот, значит, позавчера, несмотря на то, что все прекрасно знают, и силовые структуры местные знают, все и администрации знают, ну, то есть это публичная информация, что мы побывали у Татьяны Николаевны Москальковой, что на сегодня ведется работа, но несмотря на это, вот, значит, позавчера сын хотел снять, у нас имеется единственный счет, с которого семья живет, и хозяйство, и семья живет, и питается, и, в общем-то, ну, поддерживает свою экономическую деятельность. Единственный счет, сын позавчера хотел с него снять деньги для, на карточку перебросить, и для использования средств этих, для заправки автомобилей, чтобы, ну, в общем-то, обычные работы, заправка автомобилей, оплата коммунальных услуг, текущие расходы, ремонт, продукты питания, то есть обычная жизнедеятельность семьи и хозяйства. Оказалось, что счет этот был заблокирован. Вот, получили вот такую вот справку из Россельхозбанка, что с 3 июля у нас счет был заблокирован. Там оставалось около 200 тысяч у нас, эта сумма, причем эта сумма, это уже частичная предоплата за будущий урожай, то есть мы у нашего покупателя, которому мы продаем свою продукцию, мы предоплатой взяли за урожай, который мы ему теперь должны будем поставить. И с этой суммы, значит, эта сумма была еще вот, на основании вот этого акта, вот он, вот на основании вот этого акта, от 11 мая на основании вот этого акта был арестован счет. Акт составлен судебным приставом Ракшой, той же самой Ракшой, 11.05.2023 года, то есть 11 мая. И не аналогия, выводы из этого явные, потому что 3 июня наложен арест по акту от 11 мая. То есть это было или специально был вынесен этот акт и держался он специально до этого времени, чтобы заблокировать работу теперь, заблокировав счет и заблокировать полностью работу хозяйства именно в уборочный период. Или же он был на сегодня составленный задним числом и заблокировано нам единственный последний счет. То есть на сегодня мы уже не можем ни оплачивать ни автомобили кредитные, не можем даже купить какой-то, если вот сейчас поедет комбайн работать, поломается какая-то деталь, а это безусловно бывает всегда. Поехать приобрести какой-то деталь и вообще просто жить на сегодня это демонстративно сделано, при том, что вот рядом стоит темного цвета автомобиль, это доказательство того, что наша региональная власть, разобравшись в наших проблемах, она явно заняла нашу сторону, в том числе так же самое проезжают ближайшие помощники губернатора к нам, они нам оказывают юридическую поддержку, помощь, консультации юридические и непосредственно участие даже проезжают сюда на место, на поле, то есть это говорит о том, что и со стороны губернатора, то есть от власти, от региональной, у нас полная поддержка, но несмотря на это, причем поддержка у нас есть от федеральной власти в лице Татьяны Николаевны Москальковой и от региональной власти, то есть явно власть на нашей стороне, а вот судебные вот эти вот, вот это, ну я ничего другого не могу придумать, вот это организованная преступная группа в лице судей, всех этих бывших бывших судей, действующих судей, ихних аффилированных лиц, которые являются держателями этих их активов, аффилированными лицами и содержат их активы, вот они, ничего другого у меня не возникает, вот с их стороны на сегодня их действия я рассматриваю как экстремистская деятельность, то есть они изнутри качают страну, они подрывают доверие к действующей власти, они блокируют всяческую инициативу действующей власти, имея на это полномочия, и на суд влиять никто не может, то есть система выстроена так, что на сегодня вот это продажное судебное преступное сообщество, оно на сегодня, я ее рассматриваю как экстремистская организация, пытающаяся население страны не просто унижать и уничтожать, а качать для того, чтобы нарушить социальное спокойствие, оно на сегодня у нас и так очень высокий уровень социального напряжения, они его продолжают качать, с какой целью сделайте выводы сами, и еще у меня ну такая знаете крик души, вот у нас с нами встречаетесь и вы в том числе, сотрудники следственного комитета наших районного краевого вы с нами встречались неоднократно сотрудники прокуратуры вы общаетесь вы в приватной беседе удивляетесь тому что происходит и возмущаетесь что это происходит но несмотря на это вы вы боитесь вы трусы среди вас есть там мужчины там есть среди вас настоящие офицеры которые призваны это ваша прямая обязанность мы вас за это содержим для этого именно для этого именно за это мы платим вам заработную плату как налогоплательщики есть среди вас мужчины исправить эту ситуацию и значит наказать виновных провести разбирательство чтобы закрыть всю эту тему есть среди вас ли такие мужчины у меня на сегодня есть большие сомнения в этом я еще раз обращаюсь возьмитесь за голову нам нам в этой стране жить нам в эту страну строить у нас другой родины нету и нам ее надо строить и мы ее будем строить и мы не сдадимся никогда мы будем продолжать работать и нам здесь растить детей внуков будущее наше только здесь если вы конечно связываете себя с нашей родиной и вот друзья теперь чтобы обобщить информацию смотрите как получается практически с января месяца когда поступили иски по сегодняшний день полгода прошло уже иски поступили на сегодня у нас в течение трех месяцев арестована вся техника полностью арестовался комбайн арестовались трактора арестованные машины с комбайна арестовался потом снималось арест на сегодня автомобили арестованные трактор арестованный счет арестованный а иск на основании которого было вынесено определение до сих пор еще даже не рассматривался то есть практически три месяца заблокированная работа хозяйства нам все поарестовали позаблокировали но иск до сих пор не рассматривался нету ни решения суда причем это специально волокитится потому что противной стороне подавший иск в принципе нечего предоставить туда никакого документа у них не существует они не имели никаких прав на эти земельные участки и не могли понести никаких затрат они наоборот нагадили нам и нам наоборот принесли ущерб иск должен быть обратный вот на этом все что вы не вы что вы Продолжение следует...